Пошлые мысли на воздержании это норма, просто не нужно придавать им значение. Ты очень серьезно относишься к своим мыслям и присваиваешь их к себе. Ты думаешь, что эта пошлая картинка связана с тобой, что ты в действительности являешься каким-то извращенцем и неправильным человеком. Но просто наш мозг, он так устроен, он впитывает в себя каждую информацию. Ты на протяжении долгого времени смотрел эти самые дерьмовые видеоролики, а потом удивляешься, почему это всплывает у тебя в снах, в твоих фантазиях, и ты не можешь от этого избавиться. Потому что организм привык направлять туда свою энергию, и теперь он удивляется, почему это остановилось, и начинается повышенная тревожность, стресс, и неосознанные образы продолжают также возникать. Просто нужно не присваивать к себе эти мысли, отпустить спокойно эту ситуацию, максимально расслабиться и понять, что просто нужно перенаправить своё внимание. Чем больше ты будешь бороться с этими мыслями, смотреть видео, как убрать ломку, как убрать эти ужасные фантазии, как от всего этого избавиться, тем больше ты будешь увеличивать свой страх. Поэтому нужно переключать своё внимание на самые банальные вещи. Поэтому я советую людям найти своё хобби, найти какое-то своё любимое занятие, потому что только так они способны уменьшить значение своим ужасным мыслям. А пока они этого не сделали, они будут дальше бороться с этими демонами. Почему у меня получилось меньше, чем за два, за три месяца избавиться от этого, фонжур, от этого ужасного контента, и при этом я, не раз как бы у меня эти образы в голове всплывали. Потому что я занялся своим каналом. Я начал изучать язык. И у меня не было времени на то, чтобы оставаться со своими мыслями наедине и думать, какой я извращенец, какой я дрочер, какой я ужасный. Потому что я был занят делом. Когда я не был занят делом, когда я просто на сухую начал воздерживаться в четырёх стенах, конечно, меня похищали мысли, что я обязан сорваться, что если я не сорвусь, произойдёт какая-то страшная вещь. И в действительности страшные вещи могут происходить, потому что твой ум обостряется, и куда ты направишь своё внимание, свою энергию, то и будет происходить. Боишься там чего-то, я не знаю, упасть какой-то большой высоты. Ты по-любому столкнёшься с этой ситуацией, пока ты не перестанешь об этом думать. Просто дело в том, что всё в нашем мире не настоящее. Вот прикинь, я вот как шизофреник, наверное, сейчас выгляжу, но в действительности это так. Вот всё ты себе, вот все твои страхи, которые у тебя есть, они не существуют. Всё это сделано силой нашей мысли. То есть мы себе нафантазировали эти страхи и хотим в них верить. Если мы не будем в это верить, мы поймём, что мы просрали огромное количество времени и энергии. Что всё это время я зря с этим боролся. Я зря напрягал свою нервную систему. Я зря тратил свои дни на то, чтобы избавиться от этого страха. Хотя я мог просто взять и не думать о нём. Я просто мог от него отвернуться и не заставлять. То есть есть люди, которые, как и я в том числе поначалу, заставляли себя не думать. Типа не думай о белом слоне, не смотри, просто старайся это подавить себе. Да нет. Ты наоборот увеличиваешь так значение своего страха, своих ломок, своих фантазий, либо ещё чего-то. Ты должен просто взять и сказать, да ладно, пускай это существует, пускай это реальность, но я себя с этим не ассоциирую. Я допускаю, что это может существовать, но у меня своя жизнь. Я буду инвестировать энергию туда, куда хочу я, а не туда, куда меня заставляет моё животное тело или чувство моей тревожности. Страх – это животный акт тела. То есть, как и потребление. Давайте начнём с самого начала. Что движет нами всеми? Мы все хотим быть сытыми, выспавшимися и в тепле. Как говорил Денис Борисов. Так вот, дело в том, что мозг может нас обманывать, чтобы получить поесть, либо же подрочить. Он может тебе внушить множество страхов. Это всё ты сам делаешь, я тебе напоминаю. Это не мозг. Мозг – это не что-то отдельное. Ты сам этим управляешь, просто ты не знаешь, как это делать. Ты сам себе, короче, создаёшь какую-то идеологию. Я заболею застойным простатитом на воздержании, я должен сорваться. Я должен посмотреть эту порнуху, потому что потом мне это приснится во сне. Я лишаю себя чего-то. Я от чего-то отказываюсь. Надо, надо, надо. И всё. Встрываешься, напряжение уходит, стресс уходит, и ты думаешь, куда я просрал? Куда я просрал свою энергию? В пустоту. На свой животный акт тела. Вот, мой дорогой друг, научись контролировать обезьяну, находящуюся внутри тебя. И тогда ты поймёшь, что можно жить в мире, в котором нету никакого негатива, никаких страхов, где всё максимально волшебное и строится так, как ты хочешь, потому что ты сам создаёшь свою реальность путём перенаправления, твоего внимания. Ты бываешь творцом, и это даёт тебе нереальную силу и осознанность. Удачи, мой дорогой друг!